Бизнес полез в долги. Порядка 600 предпринимателей региона намерены получить льготные кредиты. Это совсем не значит, что всем им в один момент зачислят деньги. Заявки на государственный займ еще и под 3% годовых власти пока только рассматривают. Сегодня в регионе действительно уделяется, как всегда, очень большое внимание этому направлению деятельности. Почему? Потому что сегодня порядка 80 субъектов, хозяйствующих, зарегистрированных и работающих на территории Челябинской области, это субъекты малого и среднего предпринимательства. Более 500 тысяч человек, занятых в экономике Челябинской области, работают у субъектов малого и среднего предпринимательства. Сегодня чиновники напомнили о других мерах господдержки в коронакризис. Бизнес может рассчитывать на субсидии за нерабочие дни. Власти обещают компенсации из-за понесенной во время ноябрьского локдауна убытки. Детали можно выяснить на сайте налоговой службы. Четко сказать, что есть падение выручки на какие-то большие суммы, такого нет. Но есть отдельные сферы у нас деятельности, допустим, это рынки, которые мы мониторим в соответствии с федеральным проектом, федеральная налоговая служба на постоянной основе. И по рынкам мы значительного снижения не видим. С 1 декабря, это уже в следующую среду, до окончания новогодних праздников в регионе вводят QR-коды для посетителей ресторанов, баров и кафе. Представители бизнеса ранее обратились к губернатору с просьбой отменить эти ограничения. Но позиция власти неизменна. В регионе высокий уровень заболеваемости, отсутствует коллективный иммунитет. Поэтому ни о какой отмене QR-кодов речи пока не идет.